Вообще, Эрдоган и Путин – это такие два близнеца-брата, очень похожие по наглости и гнусности. Огромное количество разных сил. Естественно, имеется махрово-красное, имеется отмыто-белое, но, кроме того, имеются, значит, там и «Батька Махно», и какие-то украинские формирования, и то, и сё, и, в общем, зелёные ещё какие-то, имеется в виду не экологи, но зелёные их так называли, зелёные. Давайте, ребята, платите нам денежки за наше оружие и лупцуйте себя этим оружием, потому что чем больше вас и вашего оружия будет уничтожено, тем больше мы его снова сможем вам впарить. Всем привет, друзья! Дед Артём. Ну, сейчас поговорим про такую совсем уж внешнюю отдалённую политику, и это у нас будет страна под названием Сирия. Сирия, да, разумеется, Сирия – страна с крайней, крайне запутанной обстановочкой. Вот, скажем, если мы говорим про Украину, там тоже всё очень тяжело и почти безнадёжно, но, по крайней мере, понятно, кто где и какие позиции, куда двигаться в одну сторону, в другую сторону и так далее. В Сирии непонятно ничего вообще. То есть больше всего это похоже, на самом деле, опять же, на Украину, но на Украину образца 1919 года. Вот лето 1919 года, запечатлённое, например, в замечательном советском фильме «Бумбараж», где огромное количество разных сил. Ну, естественно, имеется махрово-красное, имеется истинное, или точнее там отмыто-белое, но, кроме того, имеется, значит, там и «Батька Махно», там и какие-то украинские формирования, и то, и сё, и, в общем, зелёные ещё какие-то, имеется в виду не экологи, но зелёные их так называли, зелёные. Короче говоря, в общем, полный хаос и неразбериха. А вот это происходит в Сирии. Обстановочка там в очередной раз обострилась, причём очень сильно. Обострилась она из-за того, что северный сосед Сирии, Турция, которую возглавляет исключительный урод по имени Реджеп Эрдоган, так вот, самая Турция, она войсковым образом, то есть это и наземные войска, и авиация, она вторглась в северную Сирию. Почему вторглась? Потому что там располагаются курды. А курдов Турция очень не любит, соответственно, значит, она решила курдов там, по крайней мере, их вооружённые силы по возможности уничтожить и захватить кусок Сирии, создав там, как они красиво выражаются, демилитаризованную зону. Ну, надо сказать, что это просто стопроцентный акт агрессии против суверенного государства, каковым является Сирия. То есть жест такой абсолютно в стиле Путина. Вообще Эрдоган и Путин – это такие вот два близнеца-брата, очень-очень похожие вот по наглости и гнусности. И в этом смысле Турция, так же, как Россия в 2014 году, оказалась перед лицом полнейшей международной изоляции. То есть агрессию Турции против Сирии осудили практически все. То есть осудил Евросоюз наиболее горячо, осудила Америка уже ввела санкции. Более того, осудили совершенно непримиримые враги с разных сторон. Скажем, с одной стороны, Израиль осудил эту агрессию, с другой стороны, Иран тоже осудил эту агрессию. И Саудовская Аравия осудила эту агрессию, а также осудил ее официальный Дамаск, то есть президент Асад тоже осудил эту самую агрессию. При этом никто особо курдам помогать не собирается, что уже непонятно, потому что у них был главный союзник – это США, которые их снабжали оружием, и там имеются и американские, и вот этой вот американо-европейской коалиции войска. Вот они все сливаются. Америка оттуда выводит все свои войска, бросая курдов на произвол судьбы. Россия, в принципе, тоже к курдам относилась неплохо и предоставила свою военную базу Хмеймим, главная там российская военная база, для переговоров официального Дамаска, который Россия, естественно, всячески поддерживает, с курдами. И они там договорились, Асад с курдами, о совместных боевых действиях. Хотя, в принципе, как бы курды с Асадом отнюдь не дружат. Для России, опять же, жест был очень странный, потому что Россия очень хочет дружить с Эрдоганом. В данном случае выступает как бы не то, чтобы против Эрдогана, но так слегка подыгрывает его противникам. В общем, ситуация крайне запутанная. И, ну, нас, естественно, в этой ситуации больше всего интересует Россия. Я думаю, что Россия тут, конечно, бледует, как уж на сковородке, стараясь как бы пройти между струйками, удружить и тем, и другим, и третьим. И главное, главное, что тут для России важно, это чтобы конфликт продолжался. Главное, чтобы война шла. Почему России нужна эта война? По двум простейшим шкурным причинам. Причина первая. Ну, это, естественно, нефть, это Ближний Восток. И чем больше там будет конфликтов, чем больше там будет войн, тем выше будут держаться цены на нефть. Это очень важно, естественно, для России. Сами знаете, что нефть и газ – это как бы основа всего могущества Путина и его шейки. Вторая причина, также весьма и весьма важная, и тоже стопроцентно шкурная – это торговля оружием. Дело в том, что Россия в этой непростой ситуации ведет себя самым циничным образом. Ну, надо сказать, что Америка себя везет примерно так же. Но Россия в этом ей ничуть не не уступает, а именно она снабжает оружием все противоборствующие стороны. То есть, с одной стороны, вот она подговаривает Асада объединиться с курдами против Турции на своей военной базе, с другой стороны, как известно, той же Турции, она подставляет зенит на ракетные комплексы С-400. То есть, давайте, ребята, платите нам денежки за наше оружие и лупцуете себя этим оружием. Чем больше, тем лучше. Потому что чем больше вас и вашего оружия будет уничтожено, тем больше мы его снова сможем вам впарить. Вот это вот как раз то, о чем я как-то болтал пару месяцев тому назад. Это называется трупоедство. Государство-трупоед. Это путинская Российская Федерация. В общем, что там дальше будет в Сирии, я не знаю, но очень-очень надеюсь, что Эрдоган получит по морде и вынужден будет убраться за свои государственные границы. Ну, а что будет на самом деле, одному Аллаху известно. И это был Дед Артём. Всем пока. Вы смотрите АРУ-ТВ